День студента традиционно 25 января отметили учебные заведения Магадана. По этому случаю в Северо-Восточном государственном университете прошел ректорский бал. Посетить его выпала возможность лучшим студентам вуза. На торжестве ребята показали свои творческие номера. Поздравил учащихся единственного вуза Колымы и губернатор Магаданской области Сергей Носов. У нас единственный главный опорный вуз, опорный регион вуз, это наше СВГУ. Я поздравляю вас всех здесь присутствующих и преподавателей. Не меньше вас, я думаю, с не меньшим удовольствием отмечают этот праздник, веселый праздник, День студента. Вы знаете, может быть именно с этого праздника и начинается та ситуация, когда виден свет в конце тоннеля. Я имею ввиду пандемию, которая всем уже надоела, но которой нужно серьезно очень относиться. Поэтому еще раз, с праздником! Здоровья! Год такой. Значит, кстати, никогда не помешает. Веселья, удачи, хорошего настроения. Ну и понятно, что стипендия никогда не помешает, поэтому хорошо сдавайте сессию. Лучших студентов СВГУ губернатор Магаданской области наградил благодарственными письмами и памятными призами. Двух студентов наградили за достижения в спортивной деятельности и двух – за научный труд. За активную общественную работу наградили Татьяну Гуменник, студентку филологического факультета. За успехи в учебе отметили двух студентов Института социальных технологий. Сотрудники СВГУ отметили, что ведущий вуз Колымы готовит высоко квалифицированных специалистов. Я мог бы много и много перечислять те достижения, благодаря которым наш университет звучит, а вы становитесь социально успешными, эффективными людьми, настоящими профессионалами своего дела. Вас ждут предприятия, вас ждут учреждения нашего города, правительства Магаданской области. На празднике ректор СВГУ отметил и две студенческие семьи. Роман Корсун вручил молодым парам небольшие презенты. К сожалению, вот таких полных, чисто студенческих семей у нас очень мало, их всего две. Лучше бы было 22, поэтому я искренне желаю, чтобы на следующий наш праздник здесь полная сцена была студенческих семей. А вам, мои хорошие, по небольшому подарку, которые будут не лично вашим студентам. На торжественном мероприятии отметили и лучшего студента СВГУ-2020. Награду победителю вручил ректор СВГУ Роман Корсун. Победителю конкурса лучший студент СВГУ-2020 вручается Гумейник Натьяне. Победительница конкурса лучший студент СВГУ-2020 отметила, что ее выигрыш – заслуга многих людей. Всех своих наставников Татьяна поблагодарила за поддержку. Также девушка рассказала, что не только она заслуживает награду лучший студент СВГУ-2020 и разделила победу с напарницей. В 7-5 лет Ксюша работает везде и в лагере, это самый просто прекрасный воспитатель. И здесь это постановщик, торёг, сценарист, всё вместе. Поэтому, Ксюша, вместе с тобой подержись в СВГУ-2020. Мы вместе, лучшие студенты с тобой. Спасибо большое. В честь Дня студента Магаданский политехнический техникум провел акцию для учащихся «Диалог на равных». Такому проекту около двух лет. Учреждение организовало её совместно с Управлением по делам молодёжи, Министерства образования и молодёжной политики Магаданской области. На мероприятии студентам Колымы выпала возможность задать вопрос губернатору Магаданской области Сергею Носову. Сегодня осуществляется встреча студентов системы среднепрофессионального образования. У студентов есть уникальный шанс задать губернатору вопросы на интересующие их темы. Возможно, это будут политические вопросы в связи с последними событиями, происходящими в стране. Я думаю, что эти вопросы также будут и касаемо студенческой жизни, и вообще жизни региона. Какие перспективы у нас будут в ближайшее время и каких результатов, наверное, мы должны достичь для того, чтобы нам жилось комфортно на территории области. Самым интересующим вопросом для магаданских студентов стал вопрос об улучшении экологии Колымы. Учащиеся поинтересовались, как будут утилизироваться ветхие здания и перерабатываться старый металлолом с пользой для Магаданской области. Всей Колыме, ну и Магадан, в частности, местами нужна такая программа бульдозер, я называю. Снести, значит, конечно, это все вывести, ну, как минимум, закопать, или захоронить, если это не противоречит природоохранным нормам. Если требуется, то тогда перерабатывать. Но рухлядей очень много. Вот снесем, значит, по-другому будет восприниматься Магадан. Специалисты отметили, что программы по благоустройству города проводятся. На сегодняшний день Колыме не хватает специалистов с профессиональными навыками, в том числе строительными. Поэтому задача Магадана – подготовить высококлассных специалистов, умеющих работать и с проектной документацией, отмечают эксперты. Именно на эти специальности обучают в магаданском политехническом техникуме. Строительные работы бассейна по улице Октябрьской завершили. Начали поиск сотрудников. Тренеры, медработники. Комитет экономического развития мэрии Магадана утвердил штатное расписание нового учреждения. Чаши бассейна заполнили. Они находятся под гидравлическим испытанием. По словам специалистов, уже в марте учреждение сможет принимать посетителей. Однако благоустраивать еще продолжают. Закончено благоустройство, сразу говорю, будет продолжаться в летний период. Потому что, если вы помните, мы должны были строить не только бассейн, а физкультурно-оздоровительный комплекс со вторым зданием. Но в связи с тем, что было принято решение строить ФОК президентский, некая такая площадка свободная, зрительно свободная, осталась. И она представляет как бы такую вот неухоженность. Поэтому мы сейчас перепроектируем дворовую территорию на Белимина-10. И эта площадка, она как бы логично войдет в общую концепцию дворовой территории. Проект бассейна типовой. Однако в Магадане его реализуют одним из первых. Он будет состоять из трех основных этажей и одного цокольного. В здании установлены две чаши плавательных бассейнов. Одна для взрослых, вторая для детей и маломобильных групп населения. Заказчиком выступил департамент САТЭК мэрии Магадана, подрядчиком – компания КБК «Соцстрой». Средства выделили из областного и городского бюджетов. Профилактический ред по круглосуточным кафе торгующим алкоголем провел комитет по работе с хозсубъектами мэрии Магадана. Специалисты выяснили, нарушают ли заведение запрет о продаже алкогольной продукции в ночное время и ограничения по посещению мест общественного питания. Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии Магадана ведет постоянную работу по проверке исполнения рекомендаций Роспотребнадзора. Группы контроля действуют в ежедневном режиме. Периодически организовывают и такие ночные выезды для проверки соблюдения ограничительных мер продажи алкоголя после 10 вечера. Группа контроля проверила 10 торговых точек Магадана. Среди них магазин «Кафе Градус», «Кафе Шашлычное Солнышко» и «Кафе Марк-2». Пока наблюдаем законопослушность представителей торговли. Сегодня еще 25 число есть запрет на торговлю алкоголем. Насколько мы можем судить, алкоголь не продается. Точки общественного питания закрыты после 22.00. С 23 ноября группы контроля действуют в постоянном расширенном составе. Они проводят такие профилактические рейды совместно с сотрудниками Росгвардии ОМВД Магадана, представителями общественной палаты города Магадана. Главная задача мобильных групп – ежедневная проверка соблюдения стандартов безопасной деятельности учреждений. Всероссийскую массовую гонку лыжня России проведут на Гороховом поле в субботу, 13 февраля. Цель соревнования – пропаганда здорового образа жизни, спорта и физической культуры. Это одно из самых крупных состязаний, которое проводят ежегодно. Для каждой категории спортсменов подобраны соответствующие дистанции. Принять участие может любой желающий. Принять участие в этой гонке сможет любой желающий при наличии медицинского допуска. 12 возрастных категорий позволят максимальному числу участников подняться на пьедестал и быть отмеченными призами, подготовленным Департаментом физической культуры и спорта и Федерацией лыжных гонок Магаданской области. Не исключено, что в данном забеге примет участие прославленный олимпионик Сочи Александр Легков, который в это время будет гостить в Магадане. Лыжная гонка стартует 13 февраля в 12 часов дня. Приглашают всех, кто любит спорт или хочет себя в нем попробовать. Возраст не ограничен. По словам специалистов, участники получат заряд бодрости и хорошее настроение на долгое время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова